Привет-привет, дорогие! Ну что, наконец-то я уже снимаю это видео. Я очень давно, уже несколько месяцев хотела вам показать свои вообще покупки на зиму, и которые, я надеюсь, перейдут на весну, потому что, как вы знаете, сейчас каждый день я расту, становлюсь все больше и больше. Начну, наверное, с того, что сейчас на мне. Это такой вот свитшот, он очень-очень милый, мне вообще понравилось, знаете, вот это вот такой вот вырез на руке, и вот эти вот оборочки, которые здесь есть. Он такой вот мягенький, тепленький, я его очень часто носила под джинсы. Кстати, я хочу вам еще сказать, что на все вещи и вообще на весь сайт гипюр.ком у меня есть очень-очень классный скидочный код, поэтому обязательно внизу разворачивайте описание и увидите, сможете воспользоваться. Если вы видели мое видео, где я вам рассказываю о больших новостях, которые сейчас со мной происходят, если нет, то обязательно внизу оставлю ссылочку или где-то вот здесь вот на экране видите ссылку. В общем, я сидела в таком вот милом свитерочке, который я сейчас тоже очень часто ношу, он мне сейчас тут вывернут, но не в этом суть. Такой вот беленький, мягенький, ну да, это как свитерочек, но он очень тоненький, в принципе, тут такая полупрозрачная вязка, он очень-очень приятный вообще. Я взяла себе его в М-ке, кстати, не сказала, по-моему, этот свитшот у меня тоже в М-ке. В принципе, я люблю, чтобы верхние вещи были немножко больше, но вот этот свитер можно было смело взять в эске. Но опять же, я люблю, когда, знаете, такие вот зимние вещи, такие вот более свободные. Еще одна красота, которая у меня здесь есть, которую я еще, по-моему, так и не одела ни разу. Просто потому что я, не знаю, не было у меня именно какого-то повода одеть такую вот очень... Я бы не сказала, что она прям очень сильно нарядная, но клевая блузка такая вот, как вы видите, здесь тоже рукава свободные, как бы здесь открытые рукава. И тоже такие вот трюшки. В принципе, очень она красиво смотрится, можно ее застегивать под самое горлышко, можно просто оставлять открытой. По-моему, под какие-то просто джинсы или ласины, очень красиво. Это, по-моему, какой же у меня размер? По-моему, это была у меня эска. Чем она мне, можно сказать, не сильно подошла? Она длинноватая. То есть я думала, что она будет такой более короткой, чтобы можно было ее не заправлять никуда, а просто вот так вот поверх джинс. Но ее лучше заправлять. У меня низкий рост, если вы девочка, там, не знаю, метр с ним десятый выше, скорее всего, она сядет как бы хорошо. А на мне она вот немножко такая вот по длине не подходит. Теперь хочу вам показать верхнюю одежду. У меня здесь есть два пальто и одна зимняя куртка. И первое пальто, которое я хочу вам показать, это вот такое вот, оно очень тяжелое, черное пальто, скажем так, как это, я не помню, букле, не букле, но, знаете, здесь такое вот, как в таких маленьких катышках все. Черного цвета с белыми вот такими вот вкраплениями и очень яркая красная подкладка. Мне оно показалось холодным, то есть оно больше подойдет на осень, не сильно там прям холодный, возможно, ну, все равно выше нуля, где-то на 5 градусов, где-то так. Либо вот, как бы, когда будет весна, я вот жду, когда потеплеет и буду его носить под большие шарфы. Но пальто, которое я просто уже заносила, знаете, я в нем была вообще каждый день, в общем-то, когда погода позволяла, потому что вот это вот прям кричит я. Да, вот это прям все, что мне нужно. Это кашемировое черное пальто и здесь прелесть в том, что вообще посмотрите, какие, посмотрите, какие здесь карманы. Это просто прелесть. Здесь получается такой вот мехи, помпончики, очень-очень красиво. Здесь такая вот модель, она как такой вот, как кокон, поэтому она и так такая вот, знаете, большимерная. Но мне очень понравилось, вообще, я действительно почти каждый день, в общем, да, это было мое повседневное пальто и очень много я комплиментов тоже получила насчет него. И знаете, что я заметила, оно довольно теплое, я даже в 0 градусов в нем ходила, мне было очень комфортно и не холодно, потому что вот эта вот ткань, шерсть, она вообще не пропускает ветер. Очень комфортно, очень приятно, в общем, это вообще любимчик. Единственное, вот, конечно, жизнь с тремя котами, всегда шерсть повсюду, поэтому нужно постоянно чистить, чтобы не было шерсти. Последняя из верхней одежды, у меня здесь такая вот курточка на искусственном мехе внутри, такая вот куртка цвета хаки, как вам видно, да. Она довольно-таки длинненькая, она доходит немножко ниже бедра, я ее взяла себе в размер М, но она очень сильно, как по мне, мало мерит. За счет того, что здесь вот эта вот теплая подкладка, мне кажется, оно все-таки идет больше как на S размер, и если я пыталась одеть, к примеру, что-то там теплое, вот я меряла, да, там под какой-то свитер, то у меня на бедрах уже так еле-еле застегилось, то есть не очень комфортно, поэтому я не знаю, я думаю вообще продать эту курточку. Она очень прикольная, действительно, довольно-таки тепленькая, потому что здесь подкладка, можно одевать под джинсы, здесь такой вот прикольный воротник, но просто, опять же, как бы сейчас я все равно буду становиться больше, и скорее всего я просто не смогу носить эту курточку, поэтому, знаете, у меня такая вот идея, я хочу ее продать, но денежки за ее продажу отдать на благотворительность деткам, которые больны с ПИДом или раком. Вообще, просто хочу вот отдать денежку на благотворительность, поэтому заглядывайте ко мне в шафу, у меня будет внизу ссылочка на мой шкаф, на сайт, где вы сможете посмотреть, возможно, кому-то понравится эта курточка. Ребятки, я очень хочу тоже поддержать, и чтобы вы, возможно, поддержали в Гипюр сейчас очень-очень хорошая благотворительная акция, которая помогает осиротевшим деткам, у них вышла новая серия свитшотов и вообще просто футболок и других продуктов, которые вы можете приобрести, и денежки от продажи пойдут на помощь деткам. У меня здесь такой вот очень красивый праздничный красный свитшот. Смотрите, какая прелесть, это, конечно, мне пришло тогда к Новому году, и оно в очень новогоднем стиле, здесь такие вот еще перышки внизу с капюшоном, очень-очень красиво, и, конечно, опять же, такие вот просто акции, когда вы можете что-то купить, но тем самым помогаете кому-то, они просто, ну, невозможно пройти мимо них, потому что нужно делать добро, если вы можете таким способом кому-то помочь, это чудесное дело. Я обязательно оставлю внизу все ссылочки на все продукты, которые я вам показывала, на всю одежду, надеюсь, что у них на сайте это все еще есть, вообще этот свитшот такой-такой мягкий. Я его так ни разу и не одела, и, возможно, я его либо разыграю, либо тоже выставлю на продажу в шкаф, по цене ниже, чем на сайте, и тоже денежки я перечислю в какой-то благотворительный фонд на свое усмотрение для деток. Я надеюсь, что вам понравилось это такое не очень, в общем-то, длинное видео, но просто хотела вам показать свой заказ, если вы заказывали что-то в последнее время, из каких сайтов вообще, какие вы любите сайты, и какую вы одежду чаще всего себе заказываете. Вот я очень редко себе заказываю штаны, потому что тяжело, конечно, угадать с размером там джинсы, все-таки с посадкой, а всякую там верхнюю одежду, какие-то кофты, платья я очень люблю заказывать онлайн. И все, если у вас есть любые вопросы, по любому делу, то обязательно оставляйте внизу в комментариях, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, ну и мы увидимся совсем-совсем скоро, так что не скучайте и до новых встреч. Пока! Пока!